Утро Карачаева Черкесии приветствует вас. Сегодня 5 июня. Синоптики обещают солнышко. О погоде мы расскажем чуть позже. А сейчас об основных событиях. Начало лета. В первую очередь радость для детей. А в ауле Кубина ребят ожидал еще и сюрприз. Там торжественно открыли новую игровую многофункциональную детскую площадку. Она построена по современным стандартам. Для малышей выделена отдельная игровая зона, а для старшего поколения есть территория с уличными тренажерами. Это не первая детская площадка в ауле. Все они построены за счет средств из бюджета кубинского сельского поселения, сказал глава Расул Апсов. На новой площадке горки, качели, игровые домики. Также здесь установили тренажеры и скамейки. Детскую площадку огородили и на ней уложено безопасное покрытие. После торжественной части всех присутствующих порадовал ярким и красочным выступлением хореографический ансамбль «Абаза». Мы поднимали и иницировали вопрос перерегистрации комбината по его фактическому местонахождению. То есть в ауле Кубина. И в связи с этой перерегистрацией у нас появились дополнительные средства. То есть в доходную часть бюджета на сегодняшний день в кубинское сельское поселение поступает еще, кроме налога на физические лица, поступает еще единый сельхозналог. Это потому, что комбинат «Южный» был перерегистрирован по адресу аула Кубина. И с этим у нас появляются дополнительные средства, которые мы используем для строительства, содержания вот таких объектов. Это благодаря тому, что мы подняли вопрос и благодаря тому, что нас услышало руководство республики в лице Тенезова Рашида Бориспевича. Можно чувствовать, когда дети радуются. Тоже радость. Когда в населенных пунктах строятся детские площадки, значит этот населенный пункт развивается, имеет перспективу на развитие. Всесезонный горный курорт «Архив» в связи со значительным увеличением туристического потока предложит новые активности этим летом. По прогнозам специалистов на курорте ожидают до полумиллиона гостей. Главные новинки сезона – парк приключений для детей и взрослых на высоте 3030 метров с высокогорными мега-качелями и виа-фератой. Скальный безопасный участок для альпинистов. А также один из лучших в России высокогорный байк-парк с трассами различного уровня сложности, на которых расположены прыжковые зоны, участки с панорамными видами, трамплины и участки, пролегающие в хвойном лесу протяженностью более 20 километров. Для тех, кто интересуется научно-популярным туризмом, запустят эксклюзивные маршруты в рамках программы «Космический Архиз». Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук совместно с курортом «Архиз» разработали экскурсионные блоки с посещением крупнейшего в Евразии оптического телескопа и одного из самых больших в мире радиотелескопа «Ратан-600». Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести» на карачаевском языке. Хорошего всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 12, днем 29-34 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10, температура ночью 15-17, а днем 31-33 градусов тепла.